Без сомнения, Кэм заслуживает места в списке топ-100. Если вдруг его там нет, чувак, это просто какая-то шутка. Кэм Ньютон по-прежнему игрок уровня топ-100. Я имею в виду, что когда я смотрю на Кэма Ньютона, я вижу, что он совершенный игрок. Он может с легкостью доставить мяч до цели. Когда пас не работает, он может сыграть вы нас, и никто. Не остановит его. Немного квадербэков, таких как я. Мы фрики. Футбол у него сердце. Я вижу, как он любит игру. Такая детская энергия, в хорошем смысле этого слова. Кэм просто парень с другой планеты. У него свое отношение персональное к игре. 2018 год мог стать одним из лучших сезонов в карьере Кэма Ньютона. Однако после травмы, в середине сезона, он начал сдавать. Мы имели 6-2. А потом он начал испытывать проблемы с плечом. И мы просто увидели, что что-то случилось. К концу сезона вы, может быть, и увидели, что у него травма. Но он преодолевал эту боль. Такой, как он, не позволит команде узнать, что его что-то беспокоит. Его скорее вытащат с поля, чем он позволит себе сделать перерыв. Он парень, который никогда не скажет, как ему больно, и не покажет этого. Он сделает все, чтобы выйти и сражаться. Он держал это в себе. Он воин. И его сложно в этом упрекнуть. Я думаю, что если бы у Кэма не было этой травмы плеча, то у него точно был бы один из лучших сезонов. Он элитный игрок. После 11 игр, Кэм Ньютон имел один из лучших рейтингов квадтербека. Он имел почти 70% принятых пассов и бросил 22 тачдауна, всего на 7 перехватов. Есть две вещи касательно Кэма, которые делают его особенным игроком. Он очень, очень конкурентоспособен и супер жесткий. Он никогда не выходит из игры. Никогда не сдается. Против защищающей чемпионский типу Филадельфии Иглз, Пантеры уступали 0-17 в четвертой четверти. Ньютон совершил комбэк, приведя Пантер к победе 21-17. Она была прекрасной иллюстрацией того, какой Кэм, как он играет, всегда заряжен, всегда остается в игре. Когда у тебя в команде такой парень, каждый старается следовать его примеру. Субтитры создавал DimaTorzok